Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сейчас посмотришь видео, которое не наберет просмотров. Короче, если ты один из тех пяти человек, который все-таки сюда зашел, кликнул, да, вот на этот видос, то поставь, пожалуйста, лайк и напиши свою очередность в комментариях. Какой ты там, четвертый, пятый смотришь, типа, ой, я третий человек, который просмотрел видео до конца, которое самое неактуальное, уже все выпустили обзоры по обновлению, но Князь вот только сейчас выпустил, да, да, я вам говорил, что не нужно по ночам после основного стрима на ютубе сидеть на твиче и смотреть всякие сериалы и фильтры, фильтры, фильмы, вот, потому что потом поздно просыпаюсь, пока дела закончу, вот до видосов добрался только, по сути, в пять вечера, ужас-то какой. Ладно, не суть, у нас вышло обновление на тайваньском сервере, давайте возьмем все быстро прокрутим, посмотрим, что, зачем и почему, сегодня вас постараюсь закидать видосами, видосы 4 выйдет, так что никуда не отслюнявтесь, будьте на месте, вот, и полетели. Давайте как-то коротко, тезисно пройдемся по вещам, чтобы сильно там не обсасывать все это дело, как бы выскажу свое самое непредвзятое, аналитическое, правильное, верное, диванное мнение. Вышло обновление, видели, там крутая заставка, изменилось все дела, ладно, не суть, ждем обновления тогда на этой неделе уже на русском сервере, предположительно завтра, завтра у меня день рождения у дочки, я даже не знаю, как я вообще смогу видосы выпустить, ну не суть. Ладненько, погнали, новые герои, святая богиня и морозная коса. Но опять же, пока непонятно, как это будет все дело названо на русском сервере, кстати, нахожусь на аккаунте игрока под ником Зема, спасибо, что он все время предоставляет мне аккаунт, и он находится в гильдии Россия, так что если что, играйте на Тайване, вступайте в гильдию Россия. Слушай, давай, ладно, не буду этих героев забирать, вот копят зачем-то, непонятно зачем, но не суть. Сейчас смотрим, кто-то из них морозная коса, а кто-то из них, короче, кто там святая богиня. Ладно, так, вот этот герой, вот этот герой, какой из них за донат, а какой из них не за донат. Короче, фишка заключается в том, что добавили снова два героя, и причем один из этих героев, по сути, юбилейный, сотый, даже добавили украшения, может быть, если не забуду, я вам покажу, на базе можно теперь украшения поставить. Смотри, фишка, вот, зачитывать их умения, и этого не буду делать, нахер затягивать видос, но они оба интересные. Что донатный герой, что бездонатный, оба интересные, причем один из них по факту, по факту, друзья, он как, он что-то напоминает Феникса. Когда вы мне дадите на обзор данных героев, на знакомство, да, выбейте одного из них, которого возможно выбить, я обязательно, как бы, запилю с ним знакомство. Ну, я думаю, что, наверное, уже не успею, но, тем не менее, если что, пишите. Вот, идем дальше. Как бы, ну, мы уже смирились с тем, что выпускается по два новых героя. Дальше, новый талант. Новый талант, это дело тонкое, называется пока что хранитель жизни, но по факту он реально хранитель жизни. Потому что, если посмотрим, он добавляет 120, короче, смотри, так, 10 уровень увеличивает 120% здоровья и 75 крит сопротивления. То есть, это по типу усовершенствованная стойкость, то есть в этом таланте стойкость, потом ему по факту будет меньше урона прилетать, потому что он будет ограничивать входящий крит урон. Как это будет работать, на самом деле, я не в курсах. Ну, ладно, это не суть. В то же время, каждые 5 секунд уменьшается эффект исцеления от окружающих вражеских героев на 85%, который длится 5 секунд. То есть, раз в 10 секунд, а может быть... Короче, по 5 секунд, раз в 10 секунд, если не ошибаюсь, он будет работать как недомогание чара. То есть, смотрите, стойкость чара. Вот, и все это в одном таланте, и плюс еще сопротивляется, да, крит урону, и на самом деле, ну, это интересно, это интересно. Как это будет работать в реальности, пока непонятно. Кому это будет полезно, опять же, пока непонятно. Но, может быть, к примеру, некоторым героям можно убрать чару недомогания и вместо этого поставить этот талант, а чару уже поставить какую-нибудь другую. То есть, ну, топы, кто там с ума сходит по 20 часов в игре, проводят сутки, им будет, им будет чем поразвлечься. Ладненько, ну, опять же, я не отрицаю, что я против добавления новых талантов, но потому что, ну, камон, ну, уже немножечко реально подзапарили. Дальше идем по списочку. Супербык и бык-мутант. Это суперпитомцы. Опять же, они запарились с этими питомцами. У меня уже, знаешь, этих камней суперпитомцев целая куча. Фишка-то заключается в том, что, ну, тебе по факту, как бы, ресурсов нету их прокачивать. Они добавляют, добавляют этих суперпитомцев, продают их на базаре, продают вместо нормальных каких-то плюшек. И, короче, дичь полная. Описание суперпитомца я бы тоже не сказал, что там что-то, что-то суперинтересное. Ну, вот, я еще вчера в видосе говорил, ну, какая-то просто неинтересная залупония. Ну, если я не прав, пишите в комментариях. Ну, честно, я, знаете, я по... Ну, я слишком легкомысленно к этим суперпитомцам отношусь. И даже не потому, что я ленивый и, как бы, неинформативный, а по той причине, что просто мой внутренний протест. Как бы, я не понимаю этой системы суперпитомцев. Она меня бесит. Захожу на базар, везде они этих суперпитомцев продают. Я, при том, что почти не доначу, у меня уже накопилась целая куча этих камней суперпитомцев. Да, пускай они себе засунут их в ж... Вот. Вот что я думаю по поводу суперпитомцев. Облики героев. Святая Дева. Ну, короче, добавили два героя, добавили два новых облика. Ну, окей. Ну, да. Прикольно. Облики, наверное, конечно, красивые. Потому что, опять же, денежки с доната получают. Вот. Увеселительные вещества, наверное, принимают. Потому что без них, конечно, настолько долго придумывать новых героев и еще облики к ним достаточно трудно. Но я могу сказать, что они выглядят определенно классно. Мне нравятся. Ну, вот. Как бы хотелось бы посмотреть, как это будет на карте выглядеть. Но мы на этом не останавливаемся. И переходим сейчас к самому интересному. Линия обороны добавлена 10 новых испытаний. Не знаю, наверное, может выпущу отдельное видео по поводу этих 10 новых испытаний. Ну, судя по системе, да, ты не можешь взять там что-то пропустить и выбрать, к примеру, взять и проходить L7, да. То есть, ты должен пройти L1, ты должен пройти L2, ты должен пройти L3. Кстати, я так смотрю, тут уже... А, я даже отдельное видео выпускать не буду на эту тему. Можем вот сейчас взять зайти. Тут сколько-то героев используется. А сколько... А, ну, 6 героев поставить и можем, да, L3. Давайте сразу, короче, запустим. Ну, кстати, а почему он тыкву не использует? Ну, ладно, короче. А, нет, использует тыкву. Давай я неправильно ставлю, но как бы пофигу. Тут разгоняется. Ну, то есть, на следующий день сезона, на следующий день сезона откроется новая сложность, как я понимаю, да. Вот, окей. Ну, слушай, пока что, пока что, пока что вроде справляемся. Но, опять же, опять же, на основном аккаунте мне не трудно, а на этом аккаунте нужно поковыряться, что-нибудь там посмотреть. Вот, что там, как получится. Ну, пока что я там супер разницы не вижу. Вижу, что, как бы, мы тут не успеваем. Ну, блин, нужны эмблемы воодушевления. У меня осталось 2 жизни. А, кстати, смотри, уменьшили количество... А, тут даже 2 демона вылетают. Смотри, уменьшили количество жизни. Раньше вроде 10 сердечек было. А теперь только 5. И причем у меня сейчас оставалось 2 сердечка. 2 сердечка, ребят, оставалось, да. И я пропустил демона. И все. И как бы я пошел в одно место, по сути. Я пошел в одно место. Это интересно. Это интересно, друзья. Ну, как бы... А надо посмотреть вообще другие волны. Они там это исправили или нет? Ну, тут, короче, чтобы демонов пройти, тут Фрэнки нужен. Вот. Ну, не этот состав точно. Слушай, неужели первого демона забьем? Да забейте... А, да, забили первого демона. Слушай, ну, видно, что они что-то все-таки мутят с этой фигней. И будет проходить интереснее. Потому что уже, как бы, как в прошлый раз, халявы, я так понимаю, будет меньше. По той причине, что пропустить ты реально можешь меньше всех, да? Так, там какая-то толпа героев зависла. Так. Слушай, одного демона пропустили. А, и мы прошли. Мы прошли. Так, получаем награду. Что за награда? Ну, они продолжают раздавать этого охладного принца, но я считаю, что нет. А где награда-то? Я ж прошел. Я ж прошел, твою ж мать! Твою ж это, где она? Где эти новые сундуки? Ну, уж точно не это. А, да, это. Окей, и вот самый блатной. А, тут уже дают, смотри, тут уже дают эмблемы нового таланта. Ну, как бы, окей, да? Но дают третье и четвертое. Хочется посмотреть, какая награда будет на L4, на L5, L6, L7 и так далее. Вот. Но, в целом, интересно, во-первых, да? Уже сразу, со старта, мы видим, что жизней не так много, как раньше. Допустим, здесь у нас сколько? А, здесь 15. Слушай, а раньше вроде везде 10 было, а здесь сколько? Слушай, для новичков, для новеньких они реально уменьшили, короче. Слушай, они сделали легче новичкам и сделали сложнее пройти L3. Ну, как-то так. Слушай, ну, вроде, на первый взгляд молодцы. На первый взгляд молодцы. Это интересно. Вот. Идем дальше. Ну, как бы, надо ждать, будет следующие дни, линию обороны. Я не знаю, может быть, завтра зайду, если успею. Короче, прикольно. Ну, блин, правда, плохо, что они этого хладного призрака продолжают раздавать. Давали бы какие-нибудь другие награды. А если ты за прошлый раз не успел, как бы, пройти, то не успел. Все, иди, там, осколки выбивай или роль за самоцвета. Так было бы справедливей. Чтобы был хотя бы стимул у игроков стараться проходить и все это дело выбивать. Слушайте, ну, пока изменения в линии обороны меня радуют. Так, линии обороны добавлены новых испытаний. 10 королевств. То есть у нас всего L13. 13, что ли, будет? Королевская битва. Во. Королевская битва. Добавлены новые монстры. Улучшенная эффективность производства синих и кристаллов в рудниках и алтарях. Изменены полностью товары в магазине. Улучшены вызовы боссов и другие награды. Слушай, ну, давай. Я уже забыл, как эта королевская битва выглядит. Наверное, туда год не заходил. Может быть, здесь что-нибудь увижу. Ну, пока что, на первый взгляд, то же самое. Но, опять же, опять же, да. То есть, даже анимация, что ли, изменилась. Или, мне кажется, или я просто реально давно не заходил. Ну, пока что все то же самое. Я просто хотелось бы отметить, что, как бы, с синими кристаллами и красными кристаллами не испытывает проблем, я думаю, даже игрок, который играет совсем недавно в игру и играет без доната. Ну, то есть, посмотрите на яйцо. У меня там нету проблем с синими кристаллами. Их мне хватает. Ну, вот у нас босс. Ну, как бы, пока что... Ну, окей, что дальше? Ну, если тыквы нету, не пройдем. Если тыква есть, пройдем. Ну, что-то я пока, знаешь, тут что-то, что-то интересного, необычного не увидел. Что они там в этой королевской битве изменили? Я не знаю, может быть, ну, типа, левел королевской битвы маленький. Фиг его знает. Ну, как бы, да, ну, долбится, окей. Ну, дальше-то что? Ну, посмотрим, какая награда. Ну, опять же, если мы пройдем. А мы, походу, не пройдем, прикинь. Ну, сейчас возьмем тыкву, поставим. Бред. Да, фейлур. Фейлур. Так, создать, не знаю, Миша стоит. Где тыква? Вот, тыква. Все, думаю, что сейчас проблем не будет. Да, взяли, отняли только половину хп. Давайте, разгоняйтесь, ребята. А может быть, может быть, просто усложнили этих боссов? Хотя нет, вон тыква жива, вроде баф есть. Давай, даже, даже вот, ну, не посмотреть, сколько у него хп. Вообще, вообще ничего не понятно. Ну, я не знаю, что они тут улучшили, что они тут изменили. Короче, непонятно. Окей. Ну, выиграли. Окей, а что, что за эмблему дали? Ну, здесь написано, но мы не понимаем. Может быть, может быть, эмблемы дают, а не просто руны, как это было. Ну, тут что? Ну, вот сундук. Окей. Ну, магазин. Это то же самое. Куда ни плюнь, то же самое. Абсолютно. А, о, магазин, ну, магазин, да. Ну, типа, вот это вот, что ли, добавить? За 100 самоцветов, вот это вот, покупать? За 80 покупать первую эмблему? Да, нет, ну, это бред. Короче, как, походу, Королевская битва была забытой локацией, так и она осталась. Разработчики, походу, сами не играют в свою игру. О, так, на Китае исправили баги битвы гильдии. Ну, наверное, какие-то баги, которые появились после обновления. А, так, далее, что хотелось бы отметить? Я вам тут кое-что покажу. Я вам тут кое-что покажу. А давай, в принципе, я вам так покажу. Захват экрана. Ну, больше там таких нововведений особо нету. Смотрим, да, тут сундуки. Новые сундуки в КБ. Уточняем еще. Ну, опять же. Опять же, как бы, я этих сундуков не видел. Дальше. Добавлена, смотрите, награда. Я сейчас, кстати, в клубе игроков Костел Клэш нахожусь, если что, в телеге. Награда. Ну, как награда. То есть, украшения для карты, да, типа, с эмблемой, типа, статуя нового героя, мол, сотый герой. Для разработчиков праздник. Они добавили, по факту, сотого героя. А, кстати, да, еще чару добавили. Чара, которая, которую я подумал по ошибке поначалу, что она вызовет трудности на битве гильдии, когда ты будешь проходить битву гильдий. То, что она вызовет трудности. Сейчас я вам прочитаю. Вот. Линия обороны, королевская. Новая чара. Призрачная сила. Смотри. Срабатывает при атаке героя случайным образом, ввергая в кому трех вражеских героев. Нагладывает на них молчание в течение двух секунд. Чара игнорирует иллюзорность. Кулдаун пять секунд. Фишка-то заключается в том, что если на вашем герое стоит эта чара, то она, по идее, ну, судя по описанию, должна срабатывать только тогда, когда он атакует. То есть, по факту, для минусоводов никаких проблем не будет. Возможно, описание чуть-чуть неправильное. И, как бы, может быть, все-таки, типа, когда герой будет атакован, тогда эта чара будет срабатывать. Тогда еще вопросы появятся. Вот. Но, в целом, в целом, как бы, это, наверное, для других локаций сделано, да, чтобы бороться, там, с маскировками и прочим. Но не для битвы гильдий. Так, что я еще могу вам отметить? Есть описание скилла Морозной Косы. Ну, и, как бы, все. Добавлен сундук с эмблемами. А, далее, еще тут интересный момент. В файлах игры есть упоминание о событии Бог Грома. Скорее всего, данное событие будет открыто в течение этого года. Тоже непонятная фигня. Ну, это, наверное, какая-то донатная акция. Вот. Ну, у нас, как бы, есть событие Бог Грома, да, или как это называется. Но тут, видите, тут что-то, короче, другое. Тут что-то другое. Ну, это, походу, наверное, донатная акция какая-то новая. Или бесплатная. Кстати, новые, вот это вот уже круто. Это уже круто. Новые какие-то карточки. Вот. Это новые карточки. Я надеюсь, старые перестанут везде раздавать. И будут хотя бы уже новые. Потому что, ну, камон, старые не актуальны. И посмотрим. Хотелось бы увидеть, что в этих новых карточках. Там уже, наверное, какие-то будут более-менее последние герои. А на этом все. Вот такое вот обновление. Ну, как обычно. Как обычно, скажу вам. По первоку, да. По первоку. Я вам скажу так. Она меня не напрягает. В принципе, я рад, что они там что-то пытаются переработать с линией обороны. Для меня обновление интересное. Но, может быть, через неделю, когда обнова уже выйдет непосредственно. Непосредственно на русский сервер. Я свое мнение поменяю. Обратите внимание. Здесь горит рекламка. Мы переходим. Есть 5 рекламок, которые я могу посмотреть. И мне дадут попытки. И еще важный момент. Еще важный момент. Где алтарь? А что, я уже бесплатно долбанул? Или, может... Короче, Сосари, смотришь рекламу и, походу, бесплатно попытку, что ли, дают? Давайте проверим. Окей. Это мы, типа, посмотрели рекламу. Господи, ужасная музыка. Так, смотрим тупорылую рекламу. Давайте. Вот вы тоже страдаете. Вы тоже смотрите. Сейчас посмотрим, нам дадут бесплатную попытку или нет. Слушай, ну, такая система правильная. Когда ты смотришь какую-то рекламу, из-за этого ты можешь получить, грубо говоря, бесплатную попытку. Я считаю, это правильно. Все, мы посмотрели. Опа. И автоматически срабатывает. И, конечно, автоматически мы, по сути, ничего не выбили, да? Вот. Вот теперь на этом точно все. Ну, слушайте, ну, как бы лишняя попыточка без донатом по роли с героев. Два. Две попытки бесплатные в день теперь, получается, роллинга героев. На этом все. Я вам пожелаю огромнейшей удачи. Вот. Спасибо за просмотр, друзья. И всем пока. Продолжение следует...